В тесноте, да не в обиде. Именно так живет вместе со своей семьей Марина Никитина, мать четверых детей. Несмотря на непростые бытовые условия, это счастливая и дружная семья. Марина является примером для своих детей и поддерживает в них самые разные интересы. Младшая дочь Маша с подачей мамы в будущем хочет стать парикмахером. Когда я в садике была, она мне там косы заплетала, косички я любила. Вот. И сейчас я себе хвостики заплела. А другую дочь Варвару мама учит рукоделию. Одно из своих увлечений передала дочери. Теперь она делает поделки из бисера. Ну, она меня заинтересовала. Просто, когда она мне показала, вот как плести, вот потом я захотела сильно. И мы пошли на кружок, и я там плела. Вот. Моя пчелка. С первой поделки все началось, а к празднику девочка сделала новую работу. А вот это вот вторая поделка на День матери. Уместе с Машей делали и с мамой. Кроме дочек, Марина воспитывает двух сыновей – Егора и Савелия. Савелий уже окончил колледж, сейчас работает, а в свободное время любит играть на гитаре, чем радует всю семью. Как старший сын, он главный мамин помощник. Хожу в магазин, сижу с девочками. Брат помогает с уроками, потому что девочки сами справляются. Вот. То есть, когда просят, помогают. Брат, вот, у него оправнял с учебой. Ну, вот, приходит помогать. Пускай у Егора проблема с учебой, зато все хорошо складывается с плаванием. Он занимается в спортивно-оздоровительном центре «Дельфин» и уже имеет определенные успехи. И, конечно, помогает и всячески поддерживает Марину глава семейства – ее муж Борис. Они познакомились 30 лет назад. Ну, люблю просто уже. Жизнь-то про жидан, можно сказать, больше. За все. За то, что детей родила. Я даже не мечтал никогда об этом, чтобы у меня было четверо. Сама Марина уже год работает в Развилковской библиотеке. Ведет кружок для детей в гостях у сказки. Ее любви хватает не только на свою семью, но и на всех тех, кто приходит к ней на занятия. Я получаю от этого очень большой заряд энергии, потому что вижу, как у детей гряд глаза. У них, получается, творческие работы и у нас игры. То есть у нас там тоже большая семья. Каждый раз 15 деток и столько же взрослых. А примером для самой Марины является ее мама Антонина Федоровна. По словам женщин, они рады тому, что в День матери находятся рядом друг с другом. Доченька, Мариночка, я тебе желаю доброго здоровья, хорошего настроения, чтобы ты была всегда цветущей, радостной, никогда не унывала. Любила своих деток и уважала свою маму. Не забывайте и вы своих мам. И не только в праздник. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Не забывайте.